Здравствуй, Олеся, скорее, скорее выходи Пониженная самооценка и жалость к себе Классические признаки патологии личности Я болен? Профессиональный хореограф Александр Аполлонов Никогда не пел под окнами серенады Пока не встретил ту, которая ответила ему отказом Разбитая в стену кулаки, бессонница Танцы, посвященные любимой У ее подъезда под проливным дождем Сейчас Александр вспоминает об этом с удивлением А тогда он совершал поступки, абсолютно не свойственные его характеру Например, полгода собирал огромное сердце из светодиодных лампочек Моя задача была поднять его на четвертый этаж Девушке под окном Я купил баллон гелия Надули мы с друзьями шарики Рассчитали так, чтобы именно до четвертого этажа это дошло Она вышла, а шариков уже не было Они улетели гораздо выше Как-то нелепо было выбегать Посмотри наверх Новость о том, что любовь – болезнь Вызвала бурную реакцию во всем мире Психологи признают У острой влюбленности много общего с психическим расстройством Навязчивая идея, отсутствие аппетита Иногда немотивированная агрессия Но все это длится недолго В среднем 4 месяца Если человек продолжает вести себя неадекватно Это уже не любовь, а действительно мания Настоящая глубокая любовь, которая длится годами Она стабильна Она не заставляет человека стучать в стены и лазить в окна Она заставляет человека совершать другие, более обдуманные, рациональные поступки Заботиться об объекте своей любви Специалисты уверяют Любовь – это движущая сила человечества И считать ее болезнью нельзя В списке Всемирной организации здравоохранения Сердечного недуга мы так и не обнаружили Почему же люди так охотно поверили в любовную утку? Мы стали слишком рациональными Легче прибежать жаловаться врачу Чем прилагать усилия И изо всех сил добиваться взаимности любимого человека Говорят психологи Алексей Захаров, Иван Карпов ГИС События Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова